Вот еще об лечении язвы желудка и 12-перстной кишки. Вот практика Елена Хлынова пишет. Я вылечил язвы желудка и 12-перстной кишки, 2 недели на урине и свежевыжатом морковном соке. Пожалуйста. То есть это те факторы, которые способствуют заживлению язв. Урина дезинфицирует свежевыжатый сок, способствует тому, что быстрее идет эпитилизация, которая отсутствует в районе этой язвы. И вот так вот она и сработала. Видите? Но в любом случае 2 недели. Это как раз примерно цикл обновления клеток слизистой желудка. Пользуйтесь. Это практика. Это уже не теория. Одно дело я вам теорию рассказал. А это вот как раз практика. Владислав Рыжков. Где можно сказать музыку в начале видео. Очень понравилось. Есть мои творческие вечера. Вечер поэзии и вечер музыки. Посмотрите их там. Вот эти 2 видео. На них я там рассказываю и как раз выкладываю. Вот попробуйте оттуда как-то это записать или еще там что-то сделать. Я этим делом не занимался. Но музыка целиком выложена. То есть здесь я использую фрайменты какие-то в заставочках, чтобы сделать их более-менее такими. А это целиком. Ну и если уж вы так хотите, я могу вам попробовать на почту электронную выслать свою мусечку. Не без того. То, что вам понравится. По крайней мере, я даю композицию. Почта легко и просто пережлет вам. Ну вот такой комментарий на мое видео «Лечить или чистить». Вот как раз Вальдемар пишет, что вот, как бы сказать, есть люди, люди. Я не стал в оригинале читать. Или будем так сказать, есть некто, кто заставляет людей жить по их правилам, кушать сладости, пить, курить и другие извраты совершать. Но у нас же есть своя собственная голова. Знаете, вот я, когда был ребенком, и что-то там такое, на бедокурю. И мать меня спрашивает, ну почему ты там вот это сделал? Я говорю, ну все же сделали. Она мне говорит, ну а вот если все пошли вешаться, и ты бы пошел вешаться. Ну используйте свой собственный ум, свой собственный, вот, как бы сказать, вот эту свою нравственность, которая у вас есть. Разумность, это надо вам, допустим, ну смотрите, жить там по их правилам, каким-то там правилам. Насколько эти правила, вот, близки вам. Если они не близки, да, не живите по их правилам. Есть сладости, ну съешьте столько натуральные сладости или еще. Но это же действительно не объедаться сладостями. Вам-то никто это не запихивает, понимаете. Вы же можете это все сами ограничить. Пить, курить, опять-таки. Ну на праздник, допустим, вы там выпили, чтобы не быть белой вороны, или еще там, там, на какой-нибудь юбилей, грубо говоря. А можете и не пить. Опять-таки, вам же никто не заливает это. И другие извраты совершают. И вот знаете, если посмотреть на историю вообще, общечеловеческую, люди, которые не хотели жить по этим правилам, как правило, уходили, жили самостоятельно. Ну если так вспомнить, допустим, староверы, совсем недавно было, да, они ушли, стали жить по тем правилам, которые им близки. Просто-напросто ушли из этого общества и живут. Кстати, я-то, знаете, буквально вчера-позавчера смотрел, вчера смотрел там фильм про реку Ока, на которой располагались купеческие там города. И, в частности, интересную там такую вещь привели, статистику, что, говорит, из купцов, староверы, семьи староверов, которые были купцами, и вот честно там торговали, как-то там они порядочно были, они где-то имели 60% капитала из всего купечества. Поэтому, ну никто вас не заставляет ничему этому, так сказать, можете ограничиться. Если чувствуете какое-то там принуждение, можно уйти. Можно, в конце концов, грубо говоря, там, вроде как там есть, не ешь, там, ну, будем говорить, схитрить, там, если уж там хотят вас как-то там нагнуть под это. А так вообще? Ну, вот насколько, знаете, здесь вопрос интересный Вальдемар, как бы сказать, поднял, это насколько вы имеете стержень? Если у вас есть стержень, вы в любом обществе остаетесь самим собой, со своими устоями, нормами, нравственностью и совестью? Ну, такие краткие вопросы, на которые я отвечаю. Хотел спросить у вас, сейчас читаю ваши книги онлайн и применяю ваши рекомендации. Ну, в вашей книге «Сосудо своего» и «Про голодание» сильно отличаются от того, что написано на вами ранее в «Целительных силах». «Хочу купить целительные силы» все четыре тома. В бумажном варианте их нету. В электронном, пожалуйста, я даже могу их вам выслать бесплатно. Естественно, естественно, смотрите, книги были написаны, «Целительные силы» где-то уже в 90, примерно, в 4-м, 95-м году уже вышли все четыре тома. С 95-го года, грубо говоря, у нас тут уже практически 30 лет уже прошло с этого времени. И где-то я особо здорово переработал, наверное, в начале 2000-х годов книги, потому что накопился новый материал, новые знания, и я с учетом этого их переработал. Вообще сейчас еще накопился материал, и я хочу основу здоровья, не «Целительные силы», а как бы сказать, «Целительные силы», ну ладно, как они написаны, так и не написаны. А вот основу здоровья еще разок переработать, где-то, возможно, сократить, а где-то, скорее всего, ясно показать следующее, что рекомендую я на основе общечеловеческих знаний об организме человека, о здоровье человека. Это прежде всего, первое, болезнь дается нам за, ну, в большинстве случаев, нельзя сказать, что вот бывают там какие-то детские болезни, там и прочее-прочее, там врожденные болезни, это мы не берем. А вот те, что наживаются, те болезни, которые наживаются, даются нам как своего рода предупреждение, чтобы мы задумались, а так ли мы живем. И по возможности, побыстрее поменяли свой образ жизни, чтобы вот эти недомогания и маленькие, как сказать, небольшие болезни не превратились в какие-то серьезные. Это вот первая такая мысль, что болезнь – это не просто болезнь, что-то такое неприятное. Это серьезное предупреждение о том, чтобы человек задумался, а так ли он живет. И далее, второе – это для того, чтобы избавиться от вот этих всех болезней и прочего-прочего-прочего-прочего, мы с помощью изменения образа жизни добиваемся того, что нормализуем работу организма, очищаем внутренние среды его, плюс мы с вами, грубо говоря, очищаем сознание и заставляем его работать правильно, без особых эмоций, ровно, четко, осознанно. И, оказывается, все различные там методы, которые мы используем дальше, вот эти чистки организма, там, толстого кишечника, печени, лимфы, допустим, почек, там, грубо говоря, потение, через кожные покровы, там, и голодание, и много-много. Другое – это инструменты, которые позволяют нам нормализовать и внутреннюю среду в организме, очистить его-то от шлаков, от паразитов, и за счет этого нормализовать внутренние процессы. Как только мы это сделаем, мы опять здоровы, как огурчики. Вот примерно вот так я что-то думаю, но надо собраться, организоваться, я же тоже, оказывается, лентяй. Вот, и вот эту вот работу сделать. Так что я в данный момент зрею. Тамара Волонцова пишет, я питаюсь кашами, с топленым маслом, да, добавляют мин, у меня нет толстого кишечника, я вам писал, а хочется почистить свой организм, у меня стома, и как реально это сделать, я уже не знаю. Хотя, знаете, вот я уже с одним человеком беседовал, сказал, что вас могут усыпить на операцию, допустим, по вырезанию просто-напросто полипа в толстом кишечнике. Вы думаете, вам вырезают полип в толстом кишечнике, а вам могут отрезать этот толстый кишечник и вывести вот эту вот стому, то есть кишку наружу. Задний проход сделать где-то, грубо говоря, сбоку, поставить колоприемник и так далее. И как живи, так живи. Скорее всего, у вас очень много вырезано, что не натянули одну толстую кишку на другую, хотя вроде бы такие операции там делаются, но я не знаю, что там у вас и так далее. Вот, то есть как это исправить, вот эту ситуацию. Поэтому, ну, просто-напросто, грубо говоря, попробуйте делать вот эти вот обертывания. Испанский плащ, я немного говорил, и все, то есть через кожу, чтобы вы там потели, я думаю, этого будет достаточно. А все остальное, ну, вы уже так сообразите, как, что там делать, клизмы, я так понимаю, вы особо не можете сделать. Ну, допустим, чистку печени-то там можно сделать. Ну, насколько вам это все хочется сделать, и как это сделать. И знаете, вот подобных сейчас вопросов, когда люди, прошедшие вот такое вот лечение, и уже в результате чего им сделаны там операции, и прочее, 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 вот хотят как-то там вернуть здоровье, хотят заняться здоровым образом жизни. Вы знаете, это уже гораздо труднее сделать, нежели когда вы были живы-здоровы, у вас было все цело, все могло, можно было решить легко и просто. А сейчас такие какие-то, знаете, вот вопросы надо решать, нестандартные, что я лично как-то не сталкивался с этим. Ну, вот примерно вот так что-то такое бы сделал. Про язву желудка. Вот Дмитрий Корунный пишет. Геннадий Петрович, день добрый. При язве вы имеете в виду сухую голодовку? Вот все как-то повернулись на эту сухую голодовку. Нет, я имею в виду обычный голод. Вот обычный классический голод. Вы пьете воду, делаете очистительные клизмы, делаете процедуры, принимаете там, допустим, душ, ходите, дышите. Вот это вот я имею в виду. А не то, что вот обязательно там сухую голодовку и так далее. Вот это какое-то, знаете, мода, что ли, на этот сухой голод, когда она уже пройдет. Вы рассуждайте все-таки вот как-то здраво. Если, смотрите, вот вы голодаете, вот вы голодаете и чувствуете, у вас уже там опыт голодания, допустим, 3 года, 5 лет, и чувствуете, что вам действительно легче там отголодать, там, допустим, трое суток без всякой воды. Ну тогда голодайте без всякой воды. Вот как вы чувствуете комфортно. Но это не обязательно, что вам надо вот именно на сухую голодать, чтобы сократить там срок или еще что-то. И знаете, здесь я бы даже хотел сказать, вот с одной стороны, вроде считают, что день сухого голодания там идет за 3, а то может быть даже и больше. Но, что бы я хотел сказать, вот все-таки важно длительность. Длительность – это своего рода нагрузка на ваше сознание, чтобы вы вытерпели не, допустим, день, 2, 3, 5 дней сухого голода, там, собрались, а вот протерпели, грубо говоря, так осознанно, а дней 15-20. Это совершенно иная работа, которая у вас совершается. И чем дольше вы голодаете, тем у вас больше подключается, вот смотрите, как бы сказать, на сухом голодании у вас просто-напросто как-то форсированный режим без должного включения вот этих вот механизмов тонкого обеспечения энергетика. Они тоже разворачиваются не сразу, там должно пойти определенное время. Не так-то просто все это дело делается. И вы тогда вроде как на физическом уровне что-то там получаете такое, а вот именно на тонкоматериальном вот этого нету. Это требует длительного терпения, осознанного терпения, осознанной работы над собой и раскрытия вот этих всех механизмов потребления тонких энергий в организм. Поэтому не уповайте только вот на то, что сухой голод, это раз-раз-раз-раз-раз, а вот именно вот этот вот обычный, длительный, он вот запускает вот такие вот интересные вещи, и вы гораздо дольше начинаете взаимодействовать с тонким миром, подвергаясь его воздействию и так далее, и так далее, и так далее. Как воздействует тонкий мир? Как правило, через сны. Вам начинают сниться сны, тара-та-та-та-та-та-та-та-та-та. У вас начинают там какие-то там появляться прозрения и прочее, прочее, прочее. Вот. А что касается лечебного голодания, то всё лечебное голодание, ну, естественно, за неким исключением, оно делается обычное, классическое. То есть люди пьют водичку. Есть ещё, конечно, вариант уриновое. То есть человек пьёт и урину, и водичку, в зависимости от того и сяго. Продолжение следует...